Чтобы вы понимали, где я нахожусь, это вот за моей спиной водохранилище Симферопольское. Но ощущение потрясающее, просто жив и здоров. Вот и бегите, молодой человек. Друзья, привет! Друзья, очень давно я не бегал по снегу. У меня даже нет кроссовок для того, чтобы бегать по снегу, потому что в Крыму снег это для кого-то радость, для кого-то бедствие, другими словами это большая редкость. Так вот, сейчас мне приходится бежать в летних, тоненьких сетчатых кроссовках. И у меня при этом ноги совершенно не мерзнут. Знаете почему? Все благодаря замечательным красным носочкам, которые связала мне моя любимая жена. Спасибо большое, Юлечка. Теперь я бегаю зимой при минусовой температуре и у меня не мерзнут ножки. Многие не знают, как спрогрессировать в беге, как бегать долго. Расскажу свой способ. Вот сейчас я выбрал совершенно незнакомую для себя трассу. Бегу, не знаю вообще куда. То есть, что там будет, я вообще не знаю. Примерно прикинул, что должно быть несколько десятков километров. Сколько получится, я не знаю. Смысл в том, чтобы добежать в одну сторону, устать при этом очень сильно. Можно немножко там отдохнуть, можно не отдыхать и потом бежать еще столько же домой. То есть, домой вы по-любому прибежите. Соответственно, у вас не будет стимула сойти с дистанции. Что, например, случается, когда бегаешь кругами. Терпеть не могу бегать кругами на стадионах. Это просто... Я слабый человек и для меня тяжело бегать, когда ты знаешь, что ты можешь просто взять и сойти с дистанции. Я за другой подход. Еще один совет, как бегать долго. Рассказываю примеры из своей, своего опыта. Я бегаю исключительно под музыку. То есть, вот сейчас, к примеру, я бегаю в лесочке. Здесь, да, мне нравится бегать в тишине. Как бы такая, своего рода, медитация. Но где-то в городе, где-то в шумных местах мне нравится бегать под любимую музыку. Я искренне получаю огромное удовольствие. Вы просто себе не представляете. Удовольствие сравнимо с людьми, которые ходят, знаете, вот различные ночные клубы, танцуют там в состоянии наркотического, алкогольного опьянения. И от этого получают кайф. Вот я кайф абсолютно трезвый получаю, бегая на длинные расстояния под любимую музыку. Слышите? И я не слышу. Тишина. Класс. Следующий совет, это брать с собой воду. И примерно каждый километр, два-три, делать несколько глотков. Это точно вам поможет. Вода, казалось бы, в нем ничего нет такого суперполезного. Но, тем не менее, дает энергии очень много. Вообще, друзья, я, конечно, не ожидал увидеть здесь столько снега. Чтобы вы понимали, я выбежал, ну, почти из центра города. В целом так, 20 минут от центра города я живу, выбежал. И то есть где-то примерно через час, в том числе, я бежал по городу. В городе снега не было. Я пробегаю, просто поднимаюсь метров, не знаю, на сколько, на 200, может быть. И здесь просто зима. То есть мы там внизу, в городе, даже не знаем, что здесь есть настоящая зима. В городе там, если снег выпадает, он тает, грязь получается. Здесь же при сравнительно теплой погоде сейчас минус пять. То есть настоящая классная такая мягкая зима. То есть если хотите в Симферополе окунуться в зиму настоящую, поднимайтесь наверх. Друзья, как в старые добрые времена, с голым торсом идет снег. Вы себе не представляете это ощущение, когда ты находишься зимой в снежном каком-то месте. Идет снег, тишина, ветра нет. Ты такой весь разгоряченный, растренированный, разогретый обязательно. Если бы был не разогретый, я бы сейчас не делал такой перформанс. Вот понимаете, стоишь и просто не мерзнешь. Согласен, температура минус пять это не такая уж большая температура, низкая точнее. Но тем не менее для Крыма здесь ощущается все совершенно иначе. Но ощущения потрясающие. Просто жив и здоров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Как же я рад, что я нашел это место То есть в Симферополе можно заниматься трейлом, представляете? То есть есть, ну да, не огромные какие-то горы, не ялтинские тысячники Но тем не менее, есть горы, есть лес Класс, друзья! Всем советую, чтобы вы понимали, где я нахожусь Это вот за моей спиной водохранилище сиферопольское То есть, если бежать от центра по руслу Салгир Мимо ботанического сада Добегаем до моста, который находится перед водохранилищем И поворачиваем налево И буквально там несколько сотен метров поднимаемся наверх И оказываемся вот в такой лесистой снежной местности Сколько раз убеждался, когда поднимался в горы Какой идешь, думаешь, блин, как же тяжело подниматься Но потом, когда начинаешь спускаться, думаешь, блин, как же тяжело спускаться Спускаться, на мой взгляд, гораздо тяжелее Потому что можно тупо упасть Друзья, нашел еще одну такую классную локацию Посадки, видимо, каких-то хвойных растений Не знаю, что это, сосны или что Но смотрится, конечно, с чуть припорошившим снегом Смотрится, конечно, классно Такой какой-то фантастический сюр Смотрится, что это, сосны или что-то Друзья, я спустился с этой небольшой высоты Нахожусь возле ботанического сада И вот, как я вам и говорил, что Если бежать в одну сторону, далеко, да Устать при этом Но потом в той точке немножко отдохнуть Там, не знаю, пофоткаться, видео снять Там, не важно, попить водички И потом бежать обратно То силы возвращаются Восстанавливаешься Вот сейчас я бегу И абсолютно Ощущение, как будто я только выбежал из дома Хотя бегу обратно А уже пробежал больше 10 километров Так что Совет мой По идее работает Хочешь далеко бегать, бегай далеко Не бегай кругами Субтитры делал DimaTorzok Друзья, вот о чем я говорил То есть снег Только идет То есть его здесь Совсем немножко По сравнению, чем Как там, где мы сейчас с вами были То есть Просто уникальная Какая-то ситуация Подтверждение Главного тезиса Сегодняшней пробежки Что Нужно бегать куда-то далеко Чтобы далеко бегать Вот сейчас Я напоролся на Так называемую стену Бегуна То есть Моя стена на сегодня Это 15 километров Я пробежал И мне Моя лень Мой уставший организм Говорит Хватит Хватит бежать, Ваня Что я делаю Я останавливаюсь Немножко прохожусь И снова начинаю бежать Таким образом Я Обманываю свой организм Повышаю его выносливость Если же вы бегали бы По кругу, например У вас было бы Больше соблазнов Просто взять и сойти А мне все равно Сейчас идти пешком до дома Минут Тридцать Зачем я буду идти Тридцать минут пешком Если я буду Лучше 15 минут бежать Вот такая арифметика Не правда, что спортсмены Бестолковые А я вот, например По дороге домой Забежал на рынок Купил Жене яблок Очень хотела Голден Субтитры сделал DimaTorzok